Здравствуйте, я Александр Герасименко. Пятница, я отвечаю сегодня на ваши вопросы. Пишет меня сегодня Даниил. Добрый день, Александр. Даниил, здравствуйте. Ваши видеоответы на вопросы вдохновили меня на это письмо. Вопрос, который хотел вам я задать, состоит в следующем. Как рассчитаться с долгами, когда сам окружен кредитными обязательствами, превышающими доход, в результате чего не переставив судебное разбирательство? А попытки увеличить доход приводят к еще большим долгам. На более высокоплаченную работу меня не берут. А мелкие подработки не меняют ситуации. Как рассчитаться с долгами в этой ситуации? Буду благодарен скорой ответы с уважением Даниил. Даниил, скорой ответа не получилось. Берите, какой есть. Вчера я общался с одним из моих знакомых. Это один из управляющих, один из высокопливейших банков в стране. Я задал ему ваш вопрос. Что бы ты сделал? Я спросил его в этой ситуации. Он сказал, я бы сменил паспорт, сменил бы лицо, устроился бы на работу в банк и подточил бы его изнутри. Это был его ответ. Он улыбнулся. Вопрос не смешной. Я знаю, была такая ситуация. В 90-е годы, когда я жил в Тирасполе, Приднестровье, и зарплата по региону была 70 долларов. Я тогда был должен полторы тысячи долларов. И по ним я платил 5% каждый месяц. Если посчитать, даже теоретически, я не смог бы отдать долг до сих пор. Но с той ситуацией я с честью вышел. Он надеялся сделать то же самое. Ситуация, напомню, где следующую. Клиент прыгает с самолета. Он ломанулся, открытый пролет. Потом руки назад. А парашюта нет. Но есть телефон. Он звонит своему коучу. Коуч, что мне сейчас делать? Я падаю, но я без парашюта. Коуч ему отвечает. А вот сейчас ты очень больно шмякнешься. Но когда ты шмякнешься о землю, я надеюсь, ты встанешь. И когда ты встанешь, ты сделаешь нужные выводы. Так вот, выводы будут следующие. Я расскажу вам сегодня, как рассчитаться с долгами. Я расскажу вам сегодня три вещи, три воронки, куда уходит сейчас ваше время. И куда оно должно уходить. Давайте начнем. Первая воронка, куда уходит большее количество вашего времени, вы знаете ее. Что это такое, Данил? Это волнение. Волна пошла вверх. Может быть, я рассчитаю с долгами. Волна пошла вниз. Нет, ситуация плохая, экономика сейчас не та. Задумайтесь, что такое волнение. Волнение – это легкая форма страха, верно? Представьте ситуацию. Вас спрашивают. Данил, ты собираешься рассчитывать с долгами? Ты говоришь, что не мешай, мне сейчас боюсь. Вот чем вы сейчас занимаетесь. Самый ценный ваш ресурс, который сейчас у вас есть, это время. Денег у вас нет. И вы это время сливаете в виде волнения. Очень неправильно инвестиция в ваше время. Возможно, вы думаете, вы так думаете, что это мысли, это не волнение. Я думаю, как рассчитаться с долгами. Знаете что? В конце мышления мы приходим к решению. В конце волнения мы ни к чему не приходим. Это просто портит нам настроение. Задумайтесь. Если у вас есть несколько вариантов. Вариант первый, второй, либо третий. И вы выбираете, который из них выбрать. Это активный процесс мышления. В конце которого есть решение. Нет решения. Вы волнуетесь. То есть вы просто боитесь. Еще есть проблема. Почему ситуация сложная? Потому что люди, которые много денег зарабатывают, они видят вещи долгосрочно. Ваше же мышление очень приближенное. Вы не можете видеть дальше, чем шестое или пятое число месяца, когда у вас есть выплата по кредиту. Ворон Баффетт, Стив Джобс, все эти люди, все люди, которых я знаю, которые зарабатывают много денег, они мыслят вот так вот высоко. Только что сегодня утром получил звонок от одного из очень успешных людей, которых я знаю. Он просил меня провести тренинг у них в компании через 50 дней. У нас есть с тобой договоренность, я спросил. За 50 дней он планирует. Вы же думаете только о пятом числе. Еще одна проблема, почему ситуация сложная и что может быть легко снять ее для вас в сложность, это вы ожидаете помощи. Возможно, поможет друг передолжить денег, брат чего-то даст, может быть, я переглядусь в банке. Знаете, что происходит? Если вы едете на машине по дороге, налетаете на скользкий участок дороги, вас занесло, ух, ваша дрожь бросает. Почему бросает дрожь? Вы потеряли контроль над ситуацией. Если вы думаете, что мне помогут здесь, помощь отсюда придет, вы отдаете им контроль. Вы сейчас летите по скользкому участку дороги, только контроль полностью переходит к вам, вы ответственны. Никто не поможет. В этой ситуации вы опять за рулем. На ваше же удивление, только вы думаете, что мне никто не поможет, я за все отвечаю, вам станет легче. В разы легче. Еще одна вещь, которая здесь мне неприятна, была очень сильна и неприятна вам в вашей ситуации, это вы фактически потеряли мотивацию. Нет, нет, вы скажете, я очень мотивированный, я хочу долго отдать, это не та мотивация. Вы пообещали отдать то, что вам уже не принадлежит. Думайтесь. То есть, если даже вы сейчас эти деньги заработаете, то вы работаете сейчас не для себя. Весь ваш труд сейчас будет зря и даром, и вы это знаете. И тем не менее, это надо будет сделать. Так вот, не тратьте ваше время в первую воронку. Воронка отдать свой единственный ресурс, время, потому что денег у вас нет, сюда, просто выкинуть его, это просто даром транжирить все, что у вас есть. Вторая воронка сейчас существует. Вторая воронка, вы тоже с ней знакомы. Что это, Даниил? Вторая воронка, это работать больше. У вас есть соблазн, я подчеркиваю, соблазн. Больше работать, чтобы долг отдать. Послушайте, в английском языке есть хорошая фраза. Это определение безумия. Безумие – это делать старые вещи, ожидая новых результатов. Вы уже работали на этой работе. И эта работа привела вас к долгам. Как вы можете с ней рассчитаться, с ними долгами, дальше так работая? Это просто невозможно. Вам нужно будет сейчас полностью переследить ваше время с первой воронки и второй в третью. Что такое третья воронка? Задумайтесь, когда в прошлом вы сделали что-то одно, то, за что вы максимально заплатили денег. То есть, что было в прошлом? Самая дорогая ваша активность, самый легкий заработок, помните его, он был у каждого человека. Самая частая ошибка бизнесменов – это не просто сделать ошибку в бизнесе. Это сделать что-то правильно и перестать это делать. Почему вы перестали это делать? Иногда я понимаю людей, которые смотрят на другого человека и сомневаются. А получится ли у меня это сделать? У нас есть разные таланты, разные ситуации. Тем не менее, все это в большинстве случаев отговорки, конечно же. Но смотреть на себя прежнего, думать, что я это сделал, и это больше повторить не могу. Здесь-то почему? Почему вы не можете повторить то, что вы однажды сделали, и были успешны? Вы можете это сделать. А потом ответьте себе на второй вопрос. Как я могу просить за это в два раза больше денег? Вау! Только вы просите в два раза больше денег, ваши стандарты к себе поднимаются в два раза. Ваши требования поднимаются. Вы начнете мысли в два раза быстрее, в два раза быстрее понимать решение. Вам некогда больше волноваться полностью. Поэтому сейчас живите в третьей воронке. Думайте о том, что я однажды сделал и максимально заработал денег. Как я могу это повторить? И второй вопрос. Это как я могу за это брать в два раза больше денег? И в конце этого видео расскажу вам историю. История, которая послужит для вас хорошей мотивацией. История началась два года назад в Одессе. Тогда я снимал там дом для всей семьи. Мы прогулялись с женой по пляжу. А бабушки сидели дома с ребенком. И тогда мы поняли, что у моей жены был серьезный кризис. Она хотела найти себя по жизни. Всю свою жизнь она проработала в продажах мебели. Продавала элитную мебель. Но она мне сказала, что я больше этим заниматься не хочу. Саш, помоги мне. Я хочу заниматься чем-то, как ты занимаешься. Помогать людям. Много путешествовать. Хочу себя реализовать. Как мне найти эту активность? Тогда я сделал то, что обычно коучинг делать не рекомендуется. Я провел с ней очень хорошую коучинговую сессию. Весь вечер я просто бомбил ее вопросами. На концу вечера она ответов не произвела. Это было нормально, так бывает. Но утром она врывается ко мне в комнату. Мы жили все в отдельной комнате, в большой дом. Говорит, что ты наделал со мной? Я нашел ответ. Говорит, ну что? Я хочу быть косметологом. И вопрос, который у нее родился дальше. Ой, она сама так остановилась. А как же я буду косметологом? Ты врач, у тебя есть диплом врача, у меня есть диплом врача. А как же я стану косметологом? И тогда я сказал эту фразу. Фразу, которая засела и живет мне по сей день. Не думай о том, как ты будешь там. Думай о том, что 5 лет пройдет. И через 5 лет ты будешь там. Но 5 лет старше. Кем ты будешь через 5 лет? Вот в чем вопрос. Эта фраза засела в нее. Сегодня она отучилась 2 года. Отучилась на все возможные курсы, которые только есть для косметологов. Это были 2 года очень трудно для семьи, потому что фактически она была занята. Она нужна помощь извне. И в семье не могла функционировать, как она должна функционировать. Потому что жена была просто вырублена на учебу. Но сегодня это все того стоило. Тогда еще в тот день, в то утро она задала мне вопрос. Ну как же я буду косметологом? Ведь все, что умею, это продавать. Я тогда реально рассмеялся. Продавать – это все, что ты умеешь? Да продавать – это самый главный навык сегодня. Это навык, который умножает все остальные навыки просто в разы. Задумайтесь. Ведь между успехом и человеком чаще всего стоит лишь один навык. Все, что нас отделяет, подчеркиваю, от вас и вашего успеха – это один навык. И в большинстве случаев этот навык – это маркетинг и продажи. Сегодня у моей жены одни из самых высоких расценок на косметологические процедуры в Москве. Пожалуй, самые высокие. И раз это в Москве самые высокие, то и самые высокие в мире. И все это за 2 года. Почему? Потому что было сильное желание – это раз. И были умения, навыки продавать, которые мы до сих пор с ней развиваем. Вам нужно будет сделать, Даниил, то же самое. Полностью погружайте себя в эту третью воронку. Делайте то, что у вас однажды получилось сделать хорошо. Думайте, как я могу брать за это в 2 раза больше денег. И чтобы ответить на эти вопросы, вам придется заинтересовать себя маркетингом. Подчеркиваю, не просто однажды мое видео просмотреть, мой блог почитать, а полностью интересоваться процессом, обойти все возможные тренинги по продажам, по маркетингу. У вас нет денег, я знаю, но то, что вы делали до этого, вас уже к этому привело. Сейчас пришло время вам что-то менять. Это что-то менять находится здесь, в третьей воронке. И я надеюсь, искренне даже верю, что если вы последуете этим рекомендациям, то в будущем, когда вы так вот назад оглянетесь и посмотрите на ваш кризис, то вы скажете, этот кризис не break me, он не сломал меня, он make me, он меня сделал. И будьте этому кризису даже благодарны. С вами был я, Александр Герсименко. До встречи.